24 ноября врачи 11 крупных российских больниц, где пациентов лечат от коронавирусной инфекции, написали письмо, которое адресовали всем противникам вакцинации, в том числе известным личностям. В своем послании медики предложили всем ярым антипрививочникам посетить красные зоны больниц, чтобы наглядно показать им, как порой тяжело переносит болезнь пациенты. По мнению врачей, после этого кто-то вполне вероятно изменит свое мнение по данному вопросу. Врач Щелковской областной больницы Сергей Малыхин также выступил в поддержку своих коллег. Конечно, я на 100% согласен с их мнением. Мое мнение примерно такое же. Вакцина – это единственный способ на сегодняшний момент победить эпидемию. Все эпидемии в мире были побеждены только вакцинами. Врач рассказал нашей съемочной группе о плачевных последствиях отказа людей прививаться. По словам медиков, в Щелковскую больницу поступает очень много заболевших коронавирусом, и большая часть из них – непривитые граждане. Люди, отказываясь от своего спасения, просто подвергают себе не только высокому риску, но и вероятнее уже тому, что они смогут погибнуть. Больница работает в 100% нагрузке, редкие дни бывают 99-97%. Практически все время наша Щелковская больница перегружена больными с COVID-19. Также врач напомнил, что если раньше коронавирус представлял угрозу преимущественно для людей более старшего возраста, то сейчас вирус значительно помолодел. Серьезно заболеть может каждый человек, и совсем не важно, сколько ему лет. Сейчас уже нет такого, что основная возрастная группа 60+. Сейчас попадают молодые люди, 20-25 лет, попадают крайние возрастные 85-90. И самое интересное, что никто не знает, кто выпишется, а кто нет. Напоминаем, что привиться от COVID-19 можно как в поликлинике, так и в мобильных пунктах вакцинации. На прием в стационарные пункты необходимо предварительно записаться через портал госуслуги по номеру 122, либо в регистратуре больницы. В мобильные пункты вакцинации запись не нужна. При себе необходимо иметь паспорт, полис обязательного медицинского страхования и СНИЛС.